Всем добра и счастья, дорогие друзья! Играем с группой, ну, не подростков, молодых людей, так скажем, которые отправились дайвить, да, то есть погружаться под воду в океане и искать всякие интересные штуки, артефакты, захоронения, реликты и все тому подобное. Обнаружили они там древний самолет, в принципе, нырнули и на этом мы закончили. Давайте продолжать, собственно. Желаю вам приятного просмотра. Не забывайте про лайк, комментарий, подписку на канал, телеграм, группу ВК и на бусте по возможности. Продолжить. Продолжить, продолжить. Так, одну секунду. Оп. Ага. А че она лысенькая? А че она лысенькая? Смотрите. Она же не была такой лысенькой. Это че за баги были? А, ну, знаешь что, я лучше позабочусь, чтоб Дюков Милан вел себя хорошо. Ты видел? Да, капитан. Не, ну ты видел, да? Окей, дождитесь пока остальные вернутся на поверхность. Поговорите с Брэдом. Так, что тут у нас? Чпольк. Погода ясная. Ммм. Надо приглядывать за облаками. О-оу. Становится довольно людно. Все? Привет, маленькая метка. Какими ветрами тебя принесло? Больше ничего нельзя тыкать. Окей, ушки. Не, ну шортики у него, конечно, да. Своё удостоверение. А, там какой-то косячок был. Потому что, когда мы играли с другого чела, он посмотрел вот это удостоверение и сказал, что-то здесь не так. Типа, может быть, там даты не сходятся или имена, не знаю. Ну, короче, как будто они или фальшивые, или просроченные. Что-то в этом духе. А я не могу вниз спуститься вот сюда? Могу. Давайте навестим брательника того. Какая-то музыка играет. Мне уже не нравится, потому что это авторские права, которые нам не нужны абсолютно. Тек. Тек. Заходим. То есть мы можем пройтись по тем же местам, но только уже за нее. И чё она скажет? Ну, духи чё скажут? Ничего. А на книжку? Ничего. Вопрос, зачем мы сделали эти предметы интерактивными? Секретив ФФ. Спасибо за подписку. Я не знаю, отключать на летсплеях уведомления или нет. Напишите в комментариях. Кто не знает, мешает это, отвлекает. По сути, это для стримов сделано, но как бы... Как ты тут? Мучаюсь из-за пива. Чувствую я себя лузером. Эй, ты же в отпуске. Можно и расслабиться? Я открываю общество трезвости. Буду там один с пожизненным билетом. Надеюсь, нашим голубкам нравится под водой. Что знаешь об этих обломках? Только слухи. И теории. Я решил проверить, есть ли тут что-то на самом деле. А как ты нашёл этот трек? Все искали там, куда летел самолёт. А я спросил себя, откуда он вылетел? В смысле, где авиабаза? У меня возникли догадки, основанные на гипотетическом обратном маршруте. И они оказались верными. Неужели, по рассказам о Второй Мировой, можно находить места для дайвинга? Да. Когда они начали погружаться на реки, я понял, что могу быть им полезен. Я много знал о маршрутах самолётов, путях снабжения. Я соотношу факты. Алекс и Джулия погружались сто раз. Но ты понимаешь, находить самолёты круче. Пора на палубу. Увидимся. Увидимся. Тут что? Ещё одна картина. Какой-то новый чел там. Зачем я их тут держу? Сел на мель называется. Не, ну камера здесь, конечно. Фелисити Дюбуа. Дафа-Авеню 1204, Сантара, ФП 05784, 15-08-2019. Номер счёта 0732-582. Уважаемая мисс Дюбуа. Настоящим уведомляем вас, что вы не выполняете обязательств по внесению регулярных платежей по вашему личному кредиту. Остаток кредита составляет 23783 доллара. Из них 3481 должны были быть внесены к первому августа 2019 года. Данный платёж. А чё мне не дали дочитать? Чё за херня? Уверенность или беспокойство? Что-то тут не то. Ты сейчас не лезь и лучше помалкивай. Понял? Пираты какие-нибудь, я хз. Парни, лучше сделайте крюк, у нас внизу дайверы. Вы нам лодку повредили, видели? Посмотрите. Мы можем это легко уладить, не волнуйся. Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Ой, ну блин, хочешь сказать 30? Можно и 30? Вижу, с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду в Аббанк. Это отсылка на Волк с Уолл-стрит? На Ди Каприо, который так кидал деньги? Чё? Она хьера в воду кидал. Дурак, что ли? Странный тип. А тем временем на океанском дне. Это же вроде океан, да? Если я не путаю. Трупы? Да ладно. Вай, 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 вай. Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Конрад, правда? Джулия, рек на юге Тихо-Батьяна. 18-12. 20-й июня. Турель, мы пролезем здесь. Ой, там столько всяких острых вещей, о которых можно прям... Ммм, как порезаться, неприятно. Блядь. Эй, осторожно. Нихера не понятно. Нихера не понятно, что жать. А, пропустишь даму? Сука, сделайте зеленый и красный цвет. Зеленый и красный. Блядь. Минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые. Мы это сделали. Мечта. Еще одна картина. Вообще, какие-то другие персонажи. Куда он делся, черт? Видно все очень хреновенько. Ты уверена, что ты хочешь это трогать? Он что-то держит. Он что-то держит. Ого. Какого черта тут случилось? Мне кажется, они знали, что им конец. Так, и что дальше делать? Эээ, ты слышал? Давай проверим. Что слышал? Никакого звука не было. Это типа был ствол подводный. Ой-ой-ой, а там пистолет у него в руке? Ну вообще, он стрелять уже не должен. Ты что, мурена или угорь? Как они там называются, это животное? Пилот и второй пилот, наверное. В авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось. Осторожней, он уже очень давно тут лежит. Да-да-да. Поэтому я по рулю. Джулия! Боже! Эй, ничего больше не трогай, прошу. Обосрался. Че, нельзя? А можно. А здесь больше ничего потрогать нельзя? Подожди, вот там как будто че-то подсвечивается. Нет? Ну, вроде нет. Ладно, возвращаемся. Он что-то держит. Мы-то уже смотрели так-то. Тоже вот эти вещи, которые ты уже повзаимодействовал, которые уже, ну, нечего там больше смотреть. Сделать так, что нельзя их больше трогать, а то не отвлекает же. Я же буду все проверять в 20 раз, пока не убежусь, не убеждусь. Как правильно сказать? Не убедюсь. Не убедюсь, да? Не убедюсь. Короче, пока не буду уверен, что я посмотрел все, что мог посмотреть. Ух ты. Пулька. Почти целая, кстати. На один секрет. По всему фюзеляжу. Брэд обалдеет, когда это увидит. А че секреты дают? Вот это оно было или нет? Ой. Надо отсюда выбираться. Срочно. Ну как, всплывайте. Я акула, ту-ту-ру-ту-ту, я акула, ту-ту-ту-ру-ру. Мы ей не интересны. Поплыли. Я думаю, будет схватка с акулой. Может, белая сейчас появится? А-а-а-а, ладно. Что с тобой? Что-то не так? Ну, я не уверен. Я хотел кое-что с тобой обсудить, но сейчас не лучшее время. Что, неужели встал важный вопрос? Да неважно. Давай уже подниматься. Ох, Алекс. У тебя в голове больший бардак, чем в самолете, который на нас чуть не рухнул. Давай без этого, окей? Давай. Нам давно пора подниматься. Лиз, говори, Джулия. Мы поднимаемся. Эй, откуда там другая лодка? Стой. Джулия. Плановая декомпрессия. Чего? Эй, черт. Что за хрень? Нам надо подниматься. Стой. Плановая декомпрессия. Черт. Ну, ладно. Без нее нельзя. Эгоизм? Блять, там уже второй взрыв. Нет, я поднимаюсь. Эй, что у вас там творится? Эээ, Джей-Джей, все нормально. О, пустяк. Твой младший братец просто решил взорвать мой гриль. Конрад, ты просто неисправим. А что там за лодка была? Рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос. Неважно. Пустяки. Вы лучше скажите. Чего-нибудь нашли? Ну, мы нашли самолет. И он гигантский. Там столько всего. К сожалению, не потревожить его нам не удалось. Как? Почему? Ну, вообще из-за троса. Черт. Все плохо? Ну, начнем с того, что кабины там больше нет. Просто не знаю, что сказать. Дедуля, мы вернулись. Расскажи нам что-нибудь интересное. Знакомитесь с нашими искателями приключений. Ну, а то. Аликс и его младший брат Брэд плавают с крупной рыбой. Как бы их тут не сожрали. И Джулия. Любовь всей жизни Аликса. А он ее любовь. А Конрад? Храбрый парень, не так ли? Или, может быть, самоуверенный? А вот и капитан Флейс. Сильная. Решительная. Упрямая. Похоже на нее не действуют чары Конрада. По крайней мере, пока. Будьте уверены. Вы помогли им принять решение, которое их еще порадует. И те, о которых они будут жалеть. Понятно, ничего определенного не сказал. А самолет реально целый? Как и ожидалось. Да, он реально целый. Джулия Дюков Милан, 2207, 20 июня. В таком альтернативное прошлое, в другом измерении, где все на дне морском, и вокруг рыбы, водорослей, и акулы. Акулы? Простая рифовая. А я все равно испугалась. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал. Хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Эй, чего ты притих? Ты как? Да я тут задумался о нашем безумном погружении. Такое непросто в голове уложить. Вот уж точно реально безумное. Моя жизнь теперь не будет прежней. Офигительно. Ну, хоть что-то тебе запомнится. Я помню каждую минуту рядом с тобой. Знаешь, ты лучшая, что со мной случалось. Блядь, да сколько вопросов. Я люблю тебя, Аликс. А он сейчас скажет, а я гей. Куда все делись? Пойду гляну. А ты тут, подожди. Эй, а где мой брат? Или флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Такое место огромное. И где же... Ну, волшебные врата. Чего разошелся? Уймись, надоел. Так, все, хватит с меня. Хонрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Какая-то странная сцена вообще. То от одного, то к другому. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Найдите планшет. Все нормально? Ты какой-то загруженный. Не, все путем. Прости. Я так задумался. Ээээ... После того, что случилось, нырять нельзя? Давай я еще раз повторю для протокола. Заклывать в самолет было постуком очень рискованным и противозаконным. Окей? Но дело уже сделано, и теперь надо молчать об этом вечно. Все? Да. Я с вами хочу своими глазами увидеть. Я пойду найду Джулию. Да вы же... Я не успеваю даже осмотреться. Эй, там уж мясо скоро будет. Нашла планшет? Извини, я отвлеклась. Ничего. Найдем его. Они мне не дают исследовать все предметы интерактивные. Это что за херня? Мне вот это не нравится. Эй, идем. Какого хрена? Типа, торопит меня. Иди сюда, красотка. Ой, блядь. Полегче, тигр. Нас там ждут. Вот он. Эй, полегче, моряк. Не поняла? Осторожнее. Если декомпрессия прошла слишком быстро, не увлекайся пивом. Все нормально. Будь у меня кессонка, она бы уже проявилась. Не факт. Иногда кессонная болезнь проявляется не сразу. Спустя часы или даже пару дней. Кессонка? Ну, это... Если всплыть слишком быстро. А, да, да. Это кессонная болезнь. Хе-хе, задрот. В крови застревают маленькие пузырьки азота. Короче, боль адская. Это серьезно. Дайверы умирают от кессонной болезни каждый год. Вот поэтому доктор Конрад и говорит, за это надо выпить. Либо ты в норме, либо тебе надо чем-то заглушить боль. Джулия, я тебе запрещаю сейчас пить спиртное. Да брось. Хуя себе. Запрещаешь? Он че, твой хозяин? Выпей пивка. Осторожность. Ого, а еще что нашли? Этот самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулю из фюзеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну, хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых? Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Ну, а ты ебесь. Да, может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, знаю, но они, конечно, совсем не такие, как у Флис. Сказку давай. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну, давай, напугай нас. Ладно. Поехали. История реальная. Случилось прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну. Не верю. Откуда знаешь? А, ну, в порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога. И за доллар я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял в атоле, отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без силы она рухнул смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Тсс. А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Че? Внезапно. Смотритель, конечно, сказал, вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там на полу лежат мужчина и женщина. Жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Рассказываю, как есть. Только факты. Двух человек порубили на кусочки топором. Жуть какая. Ладно. И кто убийца? А женщина? Это все мой муж. Потом на шкаф смотрит и... Такая. Он вон там. Ну, конечно, муж. Вот именно поэтому я замуж как-то не тороплюсь. Тогда смотритель подкрадывается к шкафу. Открывает. И... Так и есть. Внутри человек. И он глотку себе вскрыл. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают и он кричит. А-а-а-а. А-а-а. А-а-а. Ужас какой. Вот это поворот. Круто. Лихо закрутил. Меня ты напугал. Здорово. Прошлый раз звучало получше, но сойдёт. Ну ладно, повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не, по стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить ещё по пиву. Это что ещё за регламент? Это стандартный протокол морского надзорного органа под раздел 1099. Ага, где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво. Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт? Рубишь фишку, друг. Не, я паскал. Там шторм начинается, вам нужно уплыть поближе к берегу, нет? Они типа остались спать прям посреди океана, зная, что идёт шторм. Прям видно молнии. Они что, гений? Даааа, жёстко, жёстко. Конрад, Дюков, Милан. 23, 22, 20 июня. Что, реально духов при магнителе? Или это люди? Нет. Блядь, я проебал. Тихо. А, это уёвки. Пираты, блядь. Я в шоке от их тупости, конечно. Реально уплыли бы. Бля, расслабляться вообще нельзя. Одноглазик на месте. Ничего не сказали, ничего не спросили. С кого снять ленту? Да, лучше с неё. Она вроде побоевее. Порешительнее. Вот, надо было тебе их разозлить. Вот засуда. Да, виноват. Простите. Это я облажался. То, что они сняли скотч, вообще пофиг. Попни! Уже почти. Девушки отдыхают 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 Восемь секунд. Шторму восьми миллиардов. У них был катер, может его угнать? Да. Да, у них катер. У главаря есть пистолет. Ну, кто-то может пробраться на катер, дать сос. Если отвлечёте их, я залезу на катер. Чувак с пистолетом и не заметит, пока я не уплыву. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышите? Мы дождёмся удара грома. Отлично. Я вылезу в окно и на катер. А вы, пока отвлеките их. Шесть секунд. Смотри, Воба, и двигай на катер. Ладно, пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Даже ачивку дали. Окно выбито без шума. Блядь! Блядь! Сука! Ты чё, ебан? А можно переиграть? Сука! Ты полудурок. Полудурок. Блядь! Ну как так с окном охуенно получилось? А, у нас баш на баш, да? Блядь, занервничал я. Что ты делаешь, идиот? Так, два на одного теперь. Ну чё? Ну чё, не груди, пацан. Покончим с этим. Он хочет меня убить, Торсу. Сука! Блядь, нам было сбежать. Ну, откуда я знал, что так получится? Быстро! Аликс, это безумие! Вон, с нашей ягдой. А, с вашей? Я теперь капитан. Гонить этих козлов! Нет. Нет. Пошёл с нашей ягдой. Вали. Вот так. Ай, блядь. Твоих рук дело. Это твоих рук дело. Веди их вниз. Чёрки. Блядь, ну как же... Ну как же так? Садись. Вон там. Ты. Сюда. Вся. Живы. Напряжёненько. Айх ты, ладь, слабля. И кто из вас мне расскажет про это манчурское золото? А как так лодка рядом плывёт? Он привязан, типа, или чё? Держись. Я здесь. Держись. Всё, обойдётся, Джоус. Дюков Милан, 012. Он вообще заряжен. Ни одного выстрела не было. Это мы идиоты. Легко отделались. Меня могли убить. О чём ты думал? Дело не только в тебе, Джулия. Мы могли их одолеть, и не сидели бы сейчас в дерьме. Так! Заткнулись! Живо! Какие-то дорожки тише, чем остальные. Ах, аллахмалах! В землю! Ты! За мной! Узнай, сколько пробиться шторм! Но только! Давай без глупостей! А то усиленно пожалеешь! Ясно? Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Приём. Слышу вас, Дюк. Всё нормально? Приём. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию? А то нас тут потряхивает. Приём. С востока идёт большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти. Всё в порядке, Дюк? Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает непогода. Нет. Всё окей. Зашибись просто. Лёгкий дождик мы выдержим. Спасибо за информацию. Через пару дней вымнем на берегу. А сейчас не было смысла сговорить. Типа мы бы попросили помощи, чё? Они бы тут всех грохнули. Нет! Блядь, не та кнопка! Ёбаный, да и, сука, дизайнеры уебаны, как я вас ненавижу. Хорошо, когда я в ней помогаю. Согласна? Правда. Нихуя непонятно, чё нажимать. Ну кто ж так делает такой дизайн? Ну кто? Пиздец. Так, пушка тебя! Стой! Ну да, ладно, сбрасывай всё. Эй! Вперёд! Давай! Ну, спасибо! Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он. Ясно. Молчите об этом, он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. А где он вообще? Ну здорово! Он же может там погибнуть! Брэд взрослый. Не пропадёт. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Сегмент какой-то прям большой. Тот самый корабль, да? Ммм, красотища! Вот тут, наверное, и закончим как раз, добравшись до корабля. Пока никто не умер. А мог бы, да? Всё могло сложиться совсем иначе. Ну я-то постарался. Чё ты мне расскажешь? Чё ты мне покажешь? По доброте душевной, я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Ну да. Хотя нет. Справитесь сами. Независимость дивна. Возможно, глупо. Скоро мы это выясним. Теперь, когда напряжение достигло определённой высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чём дело. Всё совсем не так, как кажется на первый взгляд. Ничего себе у тебя тут запасы. Так, ребятушки, давайте на этом заканчивать. Конрад, брошенное грузовое судно. Вернёмся в главное меню. Сейчас проверим, с какого момента мы стартуем. Наверное, как раз с этого. Логично. Так. Ага. Просто, чтобы знать. Да, прям с этой сцены отлично, замечательно, хорошо. Давайте на этом закончим. Ну, более напряжённый сегмент. Ну, как бы, нарастающее, да, у нас идёт кривая такая вот в тревожности и сложности. Я пару раз проебал честно, потому что первый раз я не был готов, что вообще будет какое-то КТЕ. Второй раз, потому что просто не успел среагировать. Третий раз, потому что, сука, нихуя непонятно, какую кнопку мыши нажимать. Правую или левую. Ну, просто это, ты пока начинаешь думать, а чёрную или белую, какую кнопку нажимать, и всё, это уже время проходит. А это очень быстро, потому что мы играем на максимальном уровне сложности. Это прям, ну, драйвово, драйвово и сложно, сложно. Давайте на этом заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. И если было интересно, обязательно поддерживайте данное видео лайком и канал подпиской с включённым колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. Помимо этого, не забывайте заглядывать в Телеграм, группу ВК и на Бусти по возможности. С вами был Мистер Момент, будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.